Здравствуйте! Прошлый видео урок был посвящен написанию диктанта. Диктант номер один мы с вами уже написали, а в этом видео уроке мы напишем с вами еще один диктант. В прошлом диктанте у нас было всего две ноты, до и ре, а в этом диктанте будет чуть побольше нот. Для начала я вам напомню, как мы расчерчиваем нотную строку на диктант. Мы рисуем скрипичный ключ от второй линейки, на второй линейке у нас пишется нота соль, напоминаю. И нам нужно 4 такта. Музыку мы будем записывать в такт. Мы, когда я сыграю, узнаем, какой размер у каждого такта. Доля у нас будет равняться четверти, то есть сколько-то четвертей обязательно у нас будет. Сейчас мы это и запишем. А сколько четвертей вы послушаете и подумаете, как вам можно будет подирижировать на 2 или на 3. Ну 4 пока брать не будем. В конце строки мы ставим с вами двойную тактовую черту. Это означает, что у нас закончилась музыка, больше ничего не будет звучать. Одна потолще справа, вторая потоньше. Далее мы делим строчку пополам и каждую половинку еще пополам. У нас получается ровно 4 такта. Ну а сейчас давайте послушаем диктант. Немножечко распоемся перед диктантом. Он будет написан на тональности до мажор. То есть тоника у нас будет нота до. Устойчивые ступени споем трезвучие тонические. До, ми через нотку, соль через нотку. Это три устойчивые ступени. Что значит устойчивые? На них можно остановить музыку, с них можно начать. Они самые устойчивые, то есть самые стабильные. В них могут переходить, разрешаться неустойчивые ступени. Например, пре вторая, до в первую, фа четвертая, ми в третью, ля шестая, соль в пятую. Вот видите, неустойчивая, устойчивая. Разрешилась, успокоилась, напряжение перешло в успокоение. Так, ну вот у нас три звуча. До, ми, соль, и споем еще да. До, 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 до. Ну а теперь давайте споем поступенный ход от первой к третьей ступени. До, ре, ми. А теперь давайте назад. До, ре, до. Вот у нас три ноты есть в работе. До, ре, ми, ми, ре, ми. Ну а теперь слушайте диктант и попытайтесь определить размер. Мы будем дирижировать либо на две четверти. Раз, два, либо на три. Раз, два, раз, два, три. Будьте внимательны. Послушайте сильную долю. Сильная доля показывается взмахом руки вниз. Итак, слушаем диктант и пробуем дирижировать. Определяем размеры. Вот и весь наш диктант. Давайте еще раз сыграю. Попробуйте определить сильную долю и продирижировать. Либо на две, либо на три четверти. Понять, что это. Ну что у вас получилось? Две или три четверти? Давайте попробуем со мной. Вот, например, мы начинаем обычно с двух, да? Мы поняли, что мы не так дирижируем. То есть мы начали не с четвертей, а с восьнушек, с коротеньких ноток, с тить. И начали, значит, две нотки на один взмах идут. А потом короток подходит. А давайте три четверти проверим для сравнения. И очень удобно. Сильная доля у нас смещается. Значит, все-таки размер две четверти. Показываю. Сильная доля слабая. Сильная доля. Так, ну что, вы поняли, что это у нас был размер две четверти. Давайте его запишем и вспомним нашу мелодию. Попробуем написать ритм этой мелодии. Помните, как у нас было? Давайте запишем. Тити у нас вот такими. Та сюда. Так, первый такт закончился. Тити у нас равняется одной четверти. Та тоже равняется одной четверти. Размер две четверти. Значит, вот у нас ритм первого такта запомним. Вспоминаем дальше. Та, 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 Давайте попробуем, я вам еще раз спою этот диктант, а вы послушайте и посмотрите, сравните с ритмом. Та-та-та, 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 хорошо. Ну а теперь нам осталось определить высоту нот и записать их в такты. Мы распевали с вами в до мажоре. Так, до у нас вот было. С какой нотки мы начинаем? Так, ну давайте пока на доску посмотрим. С какой нотки мы начинаем? Послушайте еще раз. Самая нижняя или самая верхняя? Куда движется мелодия? Вверх или вниз? Давайте попробуем с вами записать такими небольшими черточками, как движется наша мелодия. Та-та-та, та-та, та-та, вот видите у нас какая лесенка получилась. Так, это у нас был три нотки в первом такте, да? Можно даже тактую черту поставить. Это вы на черновике делаете. Дальше. Та-та-та, та-та, та-та, то же самое у нас идет, да? Так, и осталось два последних такта. Сейчас я вам сыграю, а вы сами. Я пока не буду писать, мне просто интересно, как вы сами напишите. Вот, смотрим два первых такта и пробуем дальше писать сами. Третий такт. Четвертый. И еще раз вам напишу для самостоятельного написания, а потом мы проверим с вами вместе. Еще раз сначала слушайте. Так, ну что, я надеюсь, вы записали. Давайте теперь со мной запишем, проверим, правильно ли вы записали. Значит, первую мы записали. Та-та-та, та-та-та. А дальше было та-та-та-та. Снова, так как в начале, только последняя повторяется два раза, да? Та-та-та-та. А дальше та-та-та. И начали потихоньку спускаться вниз. Вот какая у нас получилась мелодия. Вот весь контур мелодии у нас есть. Но поскольку мы знаем, что эти нотки начинаются с ноты до, с тоники, да, и идут подряд, то оставшиеся ноты нам вычислить очень просто. До, вторая, ре, третья, ми. Ну вот и все. Давайте теперь переписывать эти ноты в такты. Так. Значит, советую вам начинать писать с тоненькой и расширять ее. Не писать вот так вот, а потом закрашивать. Это очень много времени занимает. Поэтому лучше начинать с маленькой точечки и потом ее расширять до нужной нам длительности. Значит, пишем пока нотки. До, ре. Посмотрим. Три. Вверх было, да? До, ре, ми. Поскольку ритм у вас уже записан, вы можете просто его переписать. Штиль справа пишется у нотки. И какие мы под шляпку? Какие короче из них? Ти, ти, та. Первые. Первые под шляпку возьмем. Они короче, они боятся ходить по одной. Так, это вот одинарная нам нужна шляпка. Вот. Хорошо. Первый такт у нас есть. Помним, что второй был точно такой же. Здесь у нас повторение. Та, та, та. До, ре, ми. Снова до, ре, ми. Переписываем точно такой же такт. Я люблю сразу штиль писать в нотке. Сразу так как-то удобнее. Так, теперь дальше записываем. Вспоминаем, какой был контур мелодии. До, ре, ми, ми. Так, записываем. До, ре. Под шляпку берем. Ми, ми. Отлично. И потом мы потихоньку спускались вниз. Две вторых ступеньки. Одна первая. Ре, ре, до. До, ре, ре и до. Ну вот, посмотрите, как выглядит весь наш диктант. До, ре, ми. До, ре, ми. До, ре, ми. Ми, ре, ре, до. Но давайте теперь проверим по ноткам. Вот смотрите, откуда я его играла. Вот. Я сейчас еще раз вам сыграю. Вы посмотрите и проверьте. Можете с дирижированием пропеть про себя, даже и нотками. До, ре, ми. До, ре, ми. До, ре, ми. Ми, ре, ре, до. В следующих видео мы напишем чуть более сложные диктанты. Потихонечку будем расширять диапазон. Потом возможные тональности менять. Но вот эти диктанты для самых начинающих. Надеюсь, что понятно объяснило. И вам помогут эти видеоуроки в написании диктантов. Всем удачи!